В прошлый раз мы закончили примерно вот здесь. Я как раз успел сказать, что в движке первого серьезного Сэма все, что смотрит вперед, должно быть направлено по оси минус Z. Сам так небрежно направил свой вездеход вдоль оси плюс Z. Ну и на этом закончил видео. Абсолютно не волнуюсь о том, что теперь ему постоянно придется ездить реверсом. Конечно же мы его развернем на 180 градусов каким-нибудь неочевидным способом, но для начала я бы хотел разместить во внутрь этого вездехода двигатель, даже несмотря на то, что там его никто не увидит. Мне просто захотелось так сделать, для того, чтобы продемонстрировать какие-то фичи, поэтому пожалуй я добавлю кубик и начну его двигать куда-то вверх. Move Y. Теперь я его уменьшу. Scale Uniform. И вот мне задача. Я теперь не знаю, как с ним поступить, потому что мне его нужно как-то редактировать. Отсюда я его не вижу. Конечно же я могу просто приблизиться к этому самому кубику и редактировать его отсюда. Но это совершенно неудобно, потому что возможно когда я буду перетаскивать одну из стенок, я выскочу за пределы нашего вездехода. Совершенно не буду знать об этом. Поэтому будем искать какие-то дополнительные пути, что можно делать в этом случае. И первое очевидное, что мне приходит в голову, это сделать прозрачным вот этот корпус вездехода. И даже если бы это был не вездеход, даже если бы вы моделировали что-то внутри какой-нибудь другой модели. В любом случае, когда вам нужно сделать что-то внутри чего-то, и вот это вот то, что спереди вам мешает. Какой самый простой способ добраться до того, что внутри? А вот такой. Мы выделим любой полигон этого объекта, ну или целый объект. Потому что то, что я сейчас применю, оно применяется к объектам. И вот здесь я нажимаю View, Wireframe. Wireframe это наверное все знают, что такое. Но если не знают, то вы хорошо это видите сейчас на экране. Можно также включить Show Wireframe Backfaces. Это включит полностью весь Wireframe. Вне зависимости от направления нормали полигона. И теперь мы точно можем видеть, как размещается наш новый примитив. Внутри уже существующие модели. Но это не избавляет нас от еще одной проблемы. Пытаясь навести курсор мыши на этот кубик, я замечаю, что у меня выделяются полигоны этого самого корпуса вездехода. Но я хочу сделать как-то так, чтобы я непосредственно мог вот отсюда, не приближаясь к нему слишком близко, выделять полигоны этого кубика. Для этого тоже есть определенный инструмент. Я выделяю любой полигон этого корпуса, либо выделяю весь объект этого корпуса, потому что опять-таки этот инструмент, который я сейчас применю, он применяется к целым объектам. И, точнее, здесь нам как раз придется выделить кубик, пардон. Нам нужно выделить то, к чему мы не хотим применить этот инструмент. И мы выбираем Lock Unselected Objects. В переводе оно означает запереть все, что не выделено. Я это нажимаю. И что же у нас получается? Я навожу мышку и спокойно выделяю любые части этого кубика. Выделить какую-либо часть корпуса я сейчас не могу. Когда я захочу это сделать, мне придется нажать Select Unlock All Objects. Но пока что я этого не буду сделать. Я пооперирую чуть-чуть с этим кубиком. Чисто для того, чтобы вы видели, что я могу спокойно, ориентируясь по размерам корпуса, менять его размеры. Ну а теперь представьте, что это был не корпус вездехода, а, допустим, какая-то сложная конструкция из труб, там, рычагов. И я моделировал какую-то маленькую шестереночку внутри нее. Точно таким же способом очень удобно было бы разместить внутри эту шестеренку полностью, настроить ее расположение, соответственно, всех координат. Ну и сейчас я все-таки удалю этот куб, потому что он мне не нужен для того, что я собираюсь показать следующим. Нажму Unlock All Objects, как я уже говорил. Выделю этот объект. И нажму Wireframe еще раз. Конечно же, это ничего не дает. Show Warframe Backface. Меняем Wireframe. Нет. Нет. W. Надо было нажать Togil Wireframe. Да, это я уже чуть запутался, потому что у меня назначена кнопка на Wireframe. По поводу того, как назначать свои собственные кнопки, я вам сейчас расскажу. На самом деле это очень удобно, для того, чтобы не приходилось лишний раз лезть в меню, и для того, чтобы вы могли запутаться, ровно так, как я сейчас только что запутался с Wireframe. Это делается очень простым образом. Вы просто наводите указатель курсора мыши на ту команду, которой вы хотите назначить любую клавишу на клавиатуре. Затем на клавиатуре вы нажимаете Insert, а затем нажимаете клавишу, которую вы хотите назначить. Ну, действие, которое вы выбрали. Если эта клавиша уже задействована где-то в программе, вы увидите такое сообщение. Ну, у меня оно вылезло, потому что эта клавиша уже была задействована за этой самой командой. Но у вас, скорее всего, этого не вылезет, потому что кнопка на клавиатуре 1 по дефолту ни на что не назначена. Для чего служат кнопки 2, 3, 4 и так дальше, я расскажу чуть попозже. Итак, мы совсем забыли, что нам нужно повернуть этот вездеход вдоль оси плюс Z, чтобы он был направлен. Но прежде чем он сможет нормально ездить, а не задом, я покажу еще один полезный прием. Аналогичен тому, как я тогда делал со своими попытками вставить в него двигатель. Дело в том, что постоянные трюки с вайрфреймом и замыканием объекта не всегда бывают удобными, не всегда достаточно быстрыми. И в конце концов, есть гораздо более легкий способ работать с объектами, когда вам преграждают путь другие объекты. Я просто выделяю любой полигон этого объекта и нажимаю Select, Hide. Hide, Hide, Hide. Hide Selected Objects. Вот так. У меня даже назначена кнопка на этот Hide. Я назначил на нее кнопку Edge. Я ее обычно нажимаю, поэтому не мог найти этот пункт в меню. Теперь мы можем работать непосредственно с этим квадратиком, кубиком. Но затем достаточно будет нажать Unhide All Objects. И на эту команду я настоятельно рекомендую назначить какую-нибудь кнопку, потому что она нам понадобится позднее, когда мы будем заниматься UV-мэппингом. А в меню UV-мэппинга эта команда недоступна, но тем не менее она действует, если вы нажмете кнопку, клавишу назначенную на эту команду. Поэтому я назначил на нее клавишу Home, и по привычке я нажимаю Home, появляется обратно корпус нашего вездехода. Итак, наконец-то можем его поворачивать. Самый, наверное, очевидный для вас способ это выбрать команду Rotate и по оси Y, зажав Shift, просто повернуть ее на 180 градусов. Но это как-то уж слишком очевидно. Есть и другие способы, как, например, выбрать Scale Axis и по оси Z задать размер этому вездеходу минус 100%. Минус 100%. И вот что мы получили. Получили комнату в виде вездехода. Но не стоит расстраиваться, все это исправляется очень просто с помощью команды, которой я еще вернусь попозже. Это команда Invert нам делает из комнаты антикомнату. Из антикомнаты комнату. Я вернусь к этому попозже. Вообще-то повернуть на 180 градусов этот вездеход можно было вообще гораздо проще. Командой Flip Z. И мы разобрались с поворотом. И теперь, допустим, я хочу посмотреть на этот вездеход сразу с нескольких сторон. А не с одной. Потому что, как вы заметили, я пользуюсь одним трехмерным окном и все. В нем я совершаю все интересующие меня операции. Собственно говоря, скорее всего, вы тоже будете так делать. Но в Wings 3D есть возможность сделать столько окон, сколько вам захочется. Возможно, вы очень привыкли к Serious Editor. Поэтому, пожалуй, сейчас я сделаю так, как обычно бывает в Serious Editor. В самом дефолтовом режиме. Это окно я уменьшу. А в Windows я нажму New Geometry Windows. И вот оно. Новое окно геометрии. Его я тоже чуть-чуть уменьшу. Это все аккуратно расставлю, чтобы оно как-то почти красиво смотрелось. Еще создам две штуки. Просто потому, что я могу их создать. И последнее. Теперь, чтобы это было еще более похоже на Serious Editor, пускай тут у нас будет оставаться окно перспективы. Тут будет вид по оси Y с включенной ортографией и режимом вайрфрейма. Тут по оси, наверное, Z, тоже с включенной ортографией и вайрфреймом. А тут по оси X с включенной ортографией и вайрфреймом кнопка W. Пожалуйста. Вы сильно привыкли к Serious Editor, вы можете работать здесь. Хотя, к сожалению, перемещение в этих всех окнах не будет завязано. И когда вы будете нажимать среднюю кнопку мышки, чтобы не испортить впечатление, вам нужно будет сразу же нажать на Q. Иначе окно начнет поворачиваться и испортит весь кайф от использования вот такой системы окон. Но на самом деле вам это все не пригодится. Потому что, скорее всего, вы будете, как и я, работать в одном окне. Потому что необходимости практически никакой в дополнительных окнах нет. Все совершенно удобно, нормально, можно делать и в одном. На этом я не буду останавливаться и расскажу еще про некоторые возможности того, как можно отобразить вашу модель. Если вы хотите посмотреть на нее как-то по-другому. Например, я нажимаю Tab и вижу вот такую красивую картину, как модель выглядела бы в Serious Modeleri. Если бы я ее просто загрузил без никакой текстуры. Нажимая в этом режиме W, получим вот такой вот красивый шейдинг. И некоторые даже предпочитают работать в таком режиме с включенной вот этой вот кнопочкой и тот же ламу вайрфрейма. Но, к сожалению, когда вы будете перемещать любые части модели, но все равно будет возвращаться в стандартный режим. Поэтому я нахожу работу в этом режиме слегка неудобной. Ну и это опять-таки не единственный интересный режим. Еще есть так называемый Quick Smooth Preview. Если вы будете смузить модель, смузить такое непонятное, наверное, слово, которому опять мне придется возвращаться попозже. Но, грубо говоря, это означает сглаживание. Так вот, если вы будете проводить сглаживание модели, а оно проводится автоматически, то вы можете быстро просмотреть, как модель будет выглядеть сглаженной, нажав Shift плюс Tab. Оказывается, что сглаженная она будет выглядеть вот так. Вы можете работать в этом режиме, но опять-таки при работе модель будет становиться вот такой вот некрасивой. Поэтому все-таки я предпочитаю работать в стандартном режиме. Чего я и вам рекомендую. Но помимо режима в отображении геометрии самой модели, в Wings 3D существуют всякие навороченные, крутые шейдеры. Конечно, никакие не крутые, не навороченные, но все-таки шейдеры. Которые можно выбрать вот здесь. View Shaders. Ну, пожалуй, я не буду заострять на них внимание. Тут, грубо говоря, не о чем рассказывать. Вы сами можете их поклацать. Да и пользы от них практически никакой. Чтобы отключить шейдеры, я нажимаю One Light. Есть еще режим с двумя освещениями. Тогда злополучные шейдеры вернутся. Лучше выбрать One Light. Теперь представим себе на секунду, что я взял и испортил модель вот таким вот небрежным движением. И она больше не в центре. А где-то в очень неудобном месте. Ну, или, допустим, я ее увеличил как-то. Тоже очень неудобно для себя и для тех, кто ее будет пользоваться. Ситуация на самом деле ничем не удивительная. Такое бывает часто. Как очень быстро исправить сложившееся положение? Для этого есть довольно простая команда в меню Tools, Unitize. Unitize. Вот она. Когда вы выберете эту команду, модель будет уменьшена до дефолтовых размеров. Довольно маленьких. И вам, скорее всего, придется опять выбить команду PutOnGround, чтобы разместить ее на земле. И, наверное, немного увеличить. Заметьте, что я назначил на увеличение и на свободное передвижение кнопки на клавиатуре. Поэтому для того, чтобы свободно перемещать разные объекты, я нажимаю просто F4. И до этого я забыл сказать, что если вы не хотите применять какую-то команду, а хотите отменить ее до того, как вы ее применили, посмотрите в окно в панель статуса программы, где вам пишут, что R это Cancel. То есть это означает, что правая кнопка мыши отменит команду. Вот как сейчас. И я еще раз нажму PutOnGround. Вот мы получили почти то, что у нас и было. Далее следует заострить внимание на таком интересном инструменте Wings 3D, часто используемом как Twig. Twig по дефолту вызывается кнопкой T на клавиатуре, либо из меню Tools. Twig. Появляется менюшка, в которой мы говорим, что да, мы хотим его включить. После этого вы сможете двигать части модели, не вызывая никакие меню. И не нажимая ни на какие абсолютно клавиши на клавиатуре. При этом у Twig есть такая полезная функция, как магнет. И возможно, здесь это не слишком хорошо проглядывается, потому что пока что я не добавлял большое количество полигонов к этой модели. Но возможно, это будет видно здесь. Вот я попробую подвинуть этот вертекс. И вы увидите, что соседний вертекс тоже двигается за ним. Но он даже как-то не совсем за ним успевает. Это связано с тем, что включен магнет. Про его состояние нам обычно пишут вот здесь. Для того, чтобы изменить радиус этого магнета, я зажимаю кнопку Alt и двигаю мыши влево и вправо. Вы видите вот такой синий кружок. Чем шире этот кружок, тем шире будет действие магнета. Вот смотрите, я двигаю фактически один единственный вертекс. Вместе с ним двигаются сразу несколько. Причем, чем дальше они от этого вертекса, тем сильнее они от него опаздывают. Этот инструмент, магнет, очень удобен. Особенно, если вы моделируете какую-то органику живых существ. Это просто незаменимый инструмент. Поэтому было даже создано так называемое твик меню, к которому мы сейчас подойдем. Сразу же после того, как я скажу, как выключить магнет. Магнет выключается в твик меню. Чтобы зайти в твик меню, нам пишут, что нужно нажать Ctrl плюс R. Ctrl плюс R, зайти в магнет, нажать Disable Magnets. Теперь магнет выключен. И когда я буду в твике двигать вертекс, он будет двигаться сам по себе. Однако, в режиме твик вы все еще можете выделять любые элементы модели. И вместе с тем, которые вы будете двигать, будут двигаться и выделены. Снимается выделение так же, как и в обычном режиме, с помощью пробела. Чтобы вернуться из обычного режима твик, в обычный режим, да. Вы, соответственно, нажимаете здесь Disable твик. И некоторые скажут, зачем вообще из него возвращаться, он такой удобный. Но ведь, наверное же вы хотите, чтобы проводя мышью с зажатой левой кнопкой по нескольким полигонам, а не выделялись. А тут, если вы будете проводить мышью, то вы спокойно потащите какой-то полигон. Если я выйду из режима твик, то проводя вот так мышью, я удобно, спокойно выделяю полигоны, ребра, все, что мне захочет. Итак, твик меню, к которому я собирался подойти, находится где-то здесь. Меню Windows, твик палет. Что же она дает? Твик палет, это твик, который находится очень близко к курсору вашей мышки. Таким образом, его нажимать еще проще, а настройки его выбирать еще быстрее, чем при нажатии правой кнопки мыши. Каждый раз, когда я хочу включить твик, нажимаю сюда. Тут я нажимаю вид магнета. Они бывают разные, но эффект от них трудно заметить на такой низкополигональной модели. Кстати, твик совсем не обязательно будет двигать в любом выбранном направлении, то, что вы потащите. Во-первых, можно выбрать саму команду, которая будет выполнять твик. Move, MoveNormal, Scale, Slide. MoveNormal, соответственно, будет двигать только по направлению нормали. Вот нормаль полигона, как вы видите, направлена перпендикулярно ему, и сейчас двигаются только по направлению этой нормали. Scale. Но я думаю, тут все само собой разумеется. Я расскажу только про команду Slide. Командой Relax с твиком лично я редко очень пользуюсь. А команда Slide позволяет вот так вот вдоль своих соседей двигать, перемещать ребра. Тоже очень полезная. Пожалуй, вернемся к Move, и тут рассмотрим, какие же у нас есть оси, вдоль которых можно двигать элементы модели. Ось XYZ, которую можно выключить. Тогда будем двигать свободно элементами модели. Но и тут же вкрался какой-то загадочный Default Axis, который вы могли бы наблюдать, даже если бы зашли в простой Move. И тут, среди всего прочего, нашли Default Axis. Что же такое Default Axis? Дело в том, что иногда у вас возникает возможность подвинуть или повернуть что-то относительно не оси Z, не оси X, не оси Y, но относительно какой-то линии, имеющейся у вас на модели. Для этого эту линию нужно превратить в Default Axis, так называемый. То есть, это ваша собственная ось, ось координат, которую лично вы определили. Для этого, если я сейчас правильно помню, нужно нажать, по-моему, меню Tools, да, и Set Default Axis. В Set Default Axis нужно выбрать команду Set Axis Endpoint. По идее, эти две тоже должны работать. Видимо, у меня просто что-то не так с ними получается. В принципе, это полностью должно вас устроить. Итак, в панели задач, или не панели задач, что это такое, вас просят выделить любую грань, вы ее выделяете, после чего нажимаете правую кнопку мыши, вас просят выделить точку. Естественно, точка должна соприкасаться с этой гранью, выделяете точку, нажимаете R. Вроде бы ничего не произошло. Но что же сейчас будет, если я попытаюсь, допустим, повернуть вот этот полигон относительно Default Axis. Я нажимаю кнопку Rotate и выбираю Default Axis. Как вы видите, ось поворота этого полигона зафиксировалась на выбранной нами кастомной оси координат. Относительно этой оси можно теперь поворачивать все, что нас интересует. Ну и двигать относительно ее тоже. Теперь я приду к такому немаловажному инструменту, как создание дыр в модели. Казалось бы, что все должно быть очень просто. Выделил полигон, нажал Delete, но нажатие кнопки Delete на клавиатуре абсолютно ничего не делает. Заходим в контекстное меню, ищем здесь Delete, не находим. Но разгадка проще, чем могла бы показаться, есть команда Hole. Да, именно так и называется, дыра. Поэтому мы выделяем ненавистные нам полигоны и нажимаем Hole. На месте полигона образовывается, что бы вы могли подумать. Причем удалить дыру в Wings еще проще. Для этого достаточно выделить любой полигон, который соприкасается с этой дырой. И в контекстном меню команду Hole нажать правой кнопкой мыши. Эта команда удалит все дыры и на их месте вставит полигоны. Пожалуй, вот эти полигоны никогда никто не увидит, поэтому было бы целесообразно заменить их дырами, что я сейчас и сделаю. Я их выделяю, нажимаю Hole. После чего можно забыть о них. Ну и как вы заметили, когда в модели появляется хотя бы одна дыра, модель становится двухсторонней. Ну это, честно говоря, я не знаю именно зачем сделано. Наверное, так удобнее. Итак, допустим, вы создали какую-то мега крутую модель. Я еще раз напоминаю, что модели создаются добавлением новых полигонов и удалением лишних. Вы добавляли, 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 добавляли до чего-то весьма впечатляющего, что вы хотите показать остальным. Для этого вовсе не обязательно использовать кнопку Print Screen. Дело в том, что в Wings опять-таки есть свои инструменты даже для создания скриншотов. Это вот здесь Tools Screenshot. Можете даже здесь задать ему какое-то имя. После чего вам откроется картинка со скриншотом. И в окошке Outliner появится этот самый скриншот, на котором вы можете нажать Export. И сразу же сохранить его в любом интересующем вам формате, куда угодно. Еще раз посмотреть его прямо же отсюда. Ну или удалить его с концами. Вот так. Ну и напоследок этого видео я еще раз вкратце покажу, что из себя представляет так называемый Subdivisional Modeling. И расскажу о очень важном принципе, на котором фактически строится этот Subdivisional Modeling. Хотя принцип кажется некоторым по-детскому простым, а некоторым даже настолько трудновыполнимым и бессмысленным, что в общем они не обращают на него внимания. А принцип звучит так. Нужно стремиться, чтобы все ваши полигоны были четырехугольными. К чему приведет, если вы не будете это делать? Естественно, никто вас за это не покарает, не подадут на вас в суд. И даже, скорее всего, если вы будете делать вот такие ужасные модели, как их сейчас сделал я, скорее всего, вы даже не заметите разницы. Но если в вашей модели число полигонов будет возрастать, вы сделаете себе большую услугу, если ваши полигоны будут четырехугольными. Причем, четырехугольный вовсе не означает квадратный. Четырехугольный это полигон с четырьмя вертексами и все. Он может быть каким угодно кривым. Именно поэтому я предпочитаю не просто делить по одинокие полигоны, а именно разделять целые кольца полигонов, образовывая такие длительные структуры. Когда образовываются треугольные полигоны, я стараюсь каким-нибудь удобным способом преобразовать их в четырехугольные. И вот так постепенно добавлением новых линий, добавлением преобразованием их в четырехугольные полигоны, постепенно увеличивается поликаунт этой модели. Вот смотрите. Здесь я пришел к такой ситуации, в которой эти полигоны не являются четырехугольными. Но естественно это можно было бы так и оставить, потому что скорее всего вряд ли это принесет мне какие-то существенные неприятности. Но все же я покажу один из удобных путей, как можно справиться с проблемой в данном случае. Для этого этот полигон мы должны посередине разделить вертексом. Про это я вам еще не рассказывал, но вначале обещал. Чтобы разделить выделенные вами ребра на две части, вы нажимаете на клавиатуре кнопку 2. Чтобы разделить их на три части, нажимаете кнопку 3. Чтобы разделить их на 8 частей, угадайте на какую кнопку вы нажимаете. Правильно. Но нам нужна кнопка 2. Теперь я соединяю новый образовавшийся вертекс с вот этим. После чего имеем вот такой сколько? Пятиугольный полигон, один трехугольный. Эту линию я тоже делю на 2. И образовавшийся вертекс я соединяю с этим. Остается только слегка передвинуть вот этот. Возможно выровнять эти полигоны командой FlattenNormal. И посмотрите, что мы имеем. Все наши полигоны, которые здесь есть, все они четырехугольные. И наверняка, если мы будем дальше работать с этой моделью, мы каким-то образом заметим, насколько это нам помогло. Пускай пока что это не так очевидно. Но допустим я сделаю вот так. А вообще стоит заметить, что корни этой тенденции к четырехугольным полигонам лежат из смузинга. Потому что многополигональные модели, они в основном не допиливаются вручную до того количества полигонов, которые не имеются. Которые они имеют, пардон. А просто делается вот такая простая команда, которую я вам сейчас покажу и которую новички очень любят. Команда смуз. Вот. Здесь она есть. Вызывается кнопкой S, назначенная на клавиатуре. И делает вот такую бяку. Так вот. Дело в том, что если применять эту команду к четырехугольному полигону, то мы получим четырехугольный полигон. Сколько бы раз мы его не делили командой смуз. Если же мы применяем эту команду к треугольному полигону. Сейчас я постараюсь найти где-то один для вас. Ну или создать. Чисто для примера. Вот здесь. Создам треугольный полигон, нажиму S. У нас получится вот такая некрасивая розочка. Мы получим два новых треугольных полигона здесь. А это приводит к очень нежеланным последствиям при создании анимации для модели. Дело в том, что если вы будете когда-нибудь настраивать весовые карты, то опять-таки вам будет гораздо удобнее работать с четырехугольными полигонами. И опять-таки в любом правиле есть исключение. Допускается количество определенное не четырехугольных полигонов. И честно говоря, это количество на самом деле не какое-то установленное. Вы можете иметь их столько, сколько вам удобно. Главное, чтобы вам было удобно. Главное, чтобы эти полигоны не мешали заниматься, собственно, дальнейшей разработкой модели. Как вот в данном случае, вот эти полигоны, которые я выделил, их нет смысла делать четырехугольными. Потому что в лучшем случае, какая работа, которая с ними предстоит, будет требовать того, чтобы они оставались вот такими многоугольными, как сейчас. Ну, а остальные все-таки следует хранить четырехугольными. На этом, пожалуй, я могу заканчивать рассказ о тех функциях, о которых я хотел сегодня рассказать. Разве что, чисто ради понтова, показать несколько операций, которые я еще проведу с этой моделью. Как, например, образовав пару треугольных полигонов и не зная, как от них избавиться. Но, на самом деле, это процесс довольно-таки нетривиальный. Вот так. Что же мы имеем? Ничего хорошего. Это потому, что я далеко не профессионал в моделинге. Но, тут нам приходит в помощь такая команда, как удаление вертексов. Удаление вертексов. Теперь мы объединим вот это новыми гранями. И продолжим линию четырехугольных полигонов, что также позволит нам добавить несколько деталей. По ходу работы над моделью, вы должны хотя бы приблизительно представлять себе, что вы хотите построить. Конечно же, очень хорошо иметь какой-то концепт-арт, в котором все четко разрисовано. Но, особенно для новичков, тяжело следовать концепт-арту. И им необходимо по крайней мере стараться следовать тому, что они имеют в уме, ну, конкретно данный период времени. Допустим, я хочу, чтобы вот эта часть кузова была чуть-чуть посглаженней. То есть, я хочу добавить сюда несколько дополнительных линий. Move по оси Z. Далее пойдет кропотливое превращение негодных полигонов в четырехугольные. Сдавливание вот этой вот грани по оси Y и так далее. Но это я уже слишком меня понесло, пожалуй. В следующий раз я буду рассказывать про EVMapping. А на этом я закончу издеваться над моделью и отбирать у вас время.